Наш мир не стоит на месте, и киборги уже вливаются в наше общество. Причем несколько месяцев назад один из них даже получил официальное гражданство Саудовской Аравии. Кто знает, может среди участников пятого робофеста, который прошел в ДВФУ, есть будущий изобретатель робота, о котором узнает весь мир. Алексей Матюхин, как и остальные участники Центра развития робототехники, собирает робота-перевозчика. Машина должна проехать по указанному пути и выполнить ряд заданий. Сделать такую композицию для Алексея – дело достаточно простое. В свой юный возраст он уже успел собрать несколько сложных роботов, победить на региональных, всероссийских и международных соревнованиях. Робота мы начали придумывать еще в 2017 году. Я вместе с моим напарником Федором Сиянко работали над этим роботом. У нас было несколько версий. Первая версия оказалась немного неподходящим под заданием, и у нее нашли несколько косяков. Ну и потом была создана уже финальная версия робота. Хотя у нее тоже есть, разумеется, свои недостатки, и мы будем переделывать его, если пройдем на российский этап. Робофест вызывает во Владивостоке большой интерес у горожан. Сильнейшие команды из Приморья подстягивают молодых робототехников совершенствовать свое мастерство. Растет и фестиваль. В этом году категории расширились и добавились новые. К слову, открылась дисциплина Аэронет, где механики состязались не только в сборке, но и в управлении квадрокоптерами. В течение дня юные робототехники представляли свои разработки. Корпусы роботов собирались на ходу из специализированных конструкторов или изготавливались на 3D-принтере. Однако презентабельный внешний вид не самое важное. Главное, чтобы механический разум смог без боев выполнить свои задачи. Для этого они программируются в специализированных программах под стать категориям. Например, в робосквоши машина должна правильно и четко найти мячик. Встукнуть по нему так, чтобы он смог удариться об стенку и вернуться. Чем больше ударов, тем больше очков. Была идея нашего капитана команды собрать именно такую модель. Я надеюсь, мы займем первое место в робофесте и поедем на российские соревнования. Приморские любители робототехники – одни из самых сильных в стране. На прошлой федеральной технической олимпиаде они стали первыми в медальном зачете. Доказать свое лидерство им предстоит на ближайшем общероссийском робофесте, куда поедут победители приморского этапа. Победители поедут на финал в Москву. И также в этом году робофест Москва организует олимпиаду по физике, пройдя которую они получают хорошие баллы для вступительных экзаменов. Несмотря на юный возраст, к своим работам участники подходят серьезно и основательно. Победа в робофесте – это возможность попасть в команду, которая будет представлять регион в Москве. Всероссийский этап соревнований состоится уже в марте. Его победители будут представлять страну на международном уровне. А вот кто победил на Приморском робофесте, станет известно в течение этой недели. Дмитрий Беломестнов, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.